Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. В скринкасте по Cloudflare я его советовал в первую очередь как сервис для подключения HTTPS. Но на самом деле на самом сайте Cloudflare написано и в сознании граждан запечатлено, что сервис этот служит в первую очередь для защиты от DDoS-атак. Очень грубо, DDoS это когда очень много людей сговорившись заходят на ваш сайт и запускают там тяжелые процессы. Например, качают видео. Забивают тем самым канал и другие пользователи зайти на сайт просто не могут. Он висит. На практике понятно, что никаких реальных людей нет, делают это скрипты на зараженных компьютерах. Да и схем атаки гораздо больше, чем просто забивание каналов. Например, есть атака на DNS сервера с той же целью, чтобы сайт был недоступен. Защита DNS не ваша прерогатива. Да и в защите от атак по IP вы мало что можете предпринять самостоятельно. Поэтому если есть опасности, вы не готовы разворачивать собственную дорогостоящую линию обороны, могу посоветовать Cloudflare. Я, например, знаю, что когда дедосили ОВД-инфо, они спасались с помощью Cloudflare и до сих пор его используют. Также Cloudflare использует теплицу. Можете посмотреть, кто еще с помощью HUIS. Определяется это по нейм-серверам. У Cloudflare они приметны. В скринкасте по SSL я рассказываю подробно о сервисе. Ссылка в описании, но в двух словах все-таки повторю. Тем более, что процесс предельно прост. Забиваете свой домен и говорите добавить сайт. А, нет. Здесь забиваете. Там это было что-то другое. Здесь забиваете, говорите добавить сайт. Единственное, я не знаю жесткое ли это правило, или просто усложняет процесс. Домен должен быть чистым без SSL-сертификата. В данном случае, забегая вперед, сервис у меня не заработал, и я это связываю именно с установленным SSL. В прошлый раз на чистом домене все заработало без проблем. Если позволяют финансам, можно взять платный тариф, но можно ограничиться и бесплатно. Сейчас он проанализирует DNS записи. Можно сразу поудалять лишнее. Я там поназавадил кучу для этого курса. И теперь нам нужно прописать вместо существующих неймсерверов, а они сейчас смотрят на Beget, неймсервера от Cloudflare. Вы уже знаете, где это делается. У регистратора. НС1. НС2. Дан. Сделано. Чек. Здесь основные настройки, все они меняются впоследствии. Автоматический реврайт лучше оставить. Всегда использовать HTTPS лучше подключить. Автоминифай, не знаю, я бы не стал. И Бротли, не очень понятно, что такое, но оставим. Потом, в конце концов, можно и отключить. Все. Теперь ждем 2-8 часов, пока не обновятся DNS. Напомню, официально до 24. И, по идее, сайт должен заработать уже через Cloudflare. О дальнейших настройках вы узнаете, посмотрев скринкаст, ссылка в описании. Следующий пункт, касающийся безопасности, скорее уже не домена, а вашей лично, вопрос с анонимной регистрацией домена. В данном случае решений несколько. Самое простое, хотя крайне неприличное, зарегистрировать домен на какие-то левые паспортные данные. Вы не будете являться владельцем домена и не сможете ничего доказать в случае чего, но наступит ли этот случай неизвестно. Георгий Георгиевский уверяет, что с высокой степенью вероятности наступит. Собственно, похожую схему, только уже на официальных рельсах реализует проект Ньяла. Основателем которого является небезызвестный Петер Сунде, один из создателей торрент-трекера «Пиратская бухта» и идеолог пиратского движения в принципе. Ньяла предлагает вам услуги пьяного парня, который возьмет вину на себя. В русской традиции это зиц-председатель фунт, который сидел при Александре Втором Освободителе и так далее. Ну то есть Ньяла регистрирует домен на себя и передает его в управление вам. Ваше имя и данные нигде не фигурирует, при этом покушаться на ваш домен Ньяла естественно не планирует. Тут вопрос доверия и репутации. Тут же, кстати, можно и виртуальный выделенный сервер взять. Тоже естественно на условиях анонимности. И вот список доменов первого уровня, стандартный com.net.org по 15 евро. И экзотические, начиная от 30. Ну и вся эта красота оплачивается криптой, хотя можно использовать и обычные фиатные валюты. Крипта или традиция, это ваш выбор как написано здесь. Ну то есть зарегистрировали аккаунт, придумали домен, зарегистрировали домен. В аккаунте у вас собраны ваши домены с возможностью прописать по ним сервера. Собственно главное, что вам нужно для управления доменом. Домен можно передать третьим лицам и другому регистратору. Не помню где читал и можно ли доверять, но само слово Ньяла используется финно-угорскими народами для описания схрона, который находится, например, высоко на дереве для защиты от хищников. Ну и последнее, не буду уже описывать подробности, поскольку мы стремительно движемся к завершению, псевдодомены в сети i2p. У меня есть скринкаст про i2p, ссылка в описании. Сеть создана для того, чтобы вас уже никак невозможно было отследить. Так вот, там тоже есть своего рода домены, видоваждамен.i2p. Туда нельзя зайти по классическому протоколу HTTP, нужно сначала запускать оверлейную сеть i2p, но просто в принципе, знайте, что и такая возможность размещения сайтов в сети есть. На этом наш краткий курс по доменам считаю закрытым, и еще раз тот, кто считает, что он не краткий, пусть первым бросит в меня камень. Все, всем пока, любите друг друга.